Точка впрыска системы внесения консервантов. По умолчанию распылитель установлен в ускорителе. Для нормальных условий уборки этот вариант считается оптимальным с точки зрения отсутствия потерь препарата при хорошем перемешивании его в массе. Однако при заготовке культур с большим содержанием сахаров, например, бобовые, зачастую возникает проблема налипания массы на поверхности технологического тракта. Случается такое, как правило, в условиях холодных ночей и жарких сухих дней. Спасти ситуацию помогает даже минимальное дополнительное увлажнение массы. Если мы работаем с биоконсервантом, можно удлинить шланг системы внесения консерванта и перенести форсунку-распылитель в центр панели. Для этого здесь предусмотрено специальное технологическое отверстие. Если мы работаем без консерванта, можно распылять и обычную воду. То количество, которое подает распылитель, 30-60 литров в час ничтожно и практически не влияет на итоговую влажность массы. Однако практика показывает, что метод отлично работает и позволяет устранить избыточное налипание массы в технологическом тракте. И напоследок напомним, если мы понимаем, что ближайшие 12 часов кормо-уборочный комбайн работать не будет, например, погода не позволяет или предстоит длительный перегон, баки с консервантом нужно опорожнить, а систему промыть. Если мы вносим биопрепарат, нужно помнить, что мы имеем дело с молочнокислыми бактериями. Закисание биоконсерванта приводит к образованию пены и хлопьев, способных вывести систему из строя. В рамках этого выпуска мы смогли осветить далеко не все, но надеемся, что наши рекомендации были вам полезны. Напоминаем, что вы можете обратиться к сотрудникам дилерского центра Росельмаш с любым возникающим вопросом.